Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. 8,5 тысяч рублей в месяц за первенца. Предполагается, что количество получателей будет порядка 4700 человек. Кому положено выплаты с нового года, знает Анна Городнова. Что имеем, что храним? Дефицит земельных участков, в первую очередь, по городам Казани и Набережной Телна. Где будут изыскивать земельные участки для многодетных семей? И почему Татарстан не может обозначить свои границы? Узнал Дмитрий Иренин. Круговорот воды в природе. Наша задача, чтобы очистить сначала притоки Волги, а потом саму Волгу. В Болгарах открыли очистные сооружения на 500 кубометров воды в сутки. Какую пользу они принесут природе, узнавал Рамиль Шайдуля. На пост вступает новогодняя охрана. Меры жесткие, но безопасность важнее, я думаю. Сколько полицейских будут охранять казанцев и гостей в новогодние праздники, знает Альбина Менебаева. Инвестиционная привлекательность Татарстана – это основной показатель экономического и социального развития региона. Сегодня в Казани сосчитали, сколько инвестиций удалось привлечь за минувший год, а это почти 700 миллиардов рублей. Самые активные – это турки, а самые привлекательные – Алабуга и Иннополис. Как удается привлекать инвесторов, рассказали на коллегии Агентства инвестиционного развития. Куда сегодня инвестируют страны, в какие идут сектора инвестиций и что влияет на решение инвесторов. Откуда приходят деньги, из каких стран и в какие сферы – на все вопросы Талия Минулин ответила сама, в том числе и на тот, почему она сегодня в красном. Я отвечу, потому что красный – это цвет победы. А привлечь инвестиции в той ситуации экономики, в которой мы находимся сегодня – это точно победа. Самый крупный проект за этот год между немецкой компанией «Линда» и группой компании «Таиф» – строительство этиленового комплекса. Самый крупный инвестор – Турция. Немецкая компания «Шнайдер Электрик» в этом году зашла в Татарстан с новым проектом. Научно-технический центр расположится в Иннополисе. Сумма инвестиций – 1 миллион евро, и это только начало. Хорошая атмосфера, которая создана в Татарстане и непосредственно в Иннополисе в самом, она тоже позволяет нам говорить о том, что мы приняли правильное решение. Что касается общей суммы инвестиций, в основной капитал бюджета республики – 677 миллиардов рублей, что почти на 35 миллиардов выше, чем в прошлом году. Нужно работать и в направлении частного государственного партнерства. Особое внимание, как точка привлечения инвестиций, особые экономические зоны и промышленные площадки, технопарки. Инфраструктура без реальных инвесторов и резидентов – это бесполезная трата средств. Необходимо проводить работу с каждым потенциальным инвестором индивидуально, помогая ему оперативно решать возникающие вопросы и проблемы. Благоприятные условия и прозрачные правила создают и новый закон об инвестициях. Об этом не раз говорил президент Владимир Путин. Россия приветствует иностранные инвестиции, и над привлечением нужно работать еще активнее. Есть условия, а главное – есть инфраструктура, которая без инвестиций – просто пустое место. Альбина Слагараев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Как раз за привлечение инвестиций Владимир Путин сегодня похвалил Татарстан. На заседании Госсовета страны нашу республику не раз приводили в пример в деле создания позитивного бизнес-климата и привлечения иностранных средств. В российских рейтингах Татарстан лидер. Какие еще стимулы хотят придумать для регионов, расскажет Елена Веселова. Заключительный в этом году Госсовет страны посвятили деньгам, что приходят в Россию из других государств. В этом деле, как рассказал Владимир Путин, сложилась группа регионов-лидеров, которые задали высокую планку. И Татарстан – наилучший пример. У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Татарстан, Чувашия, Тульская область, Калужская, Тюменская, Ульяновская, Краснодарский край. Рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления. Он уже стал хорошим стимулом для регионов. Стимулировать регионы лучше работать с инвесторами и больше привлекать денег в свою экономику должны и правительственные гранты, и возвращение налога на прибыль. Также хотят изменить законодательство в пользу бизнеса. И здесь снова пригодится опыт Татарстана. Вместе с самими предпринимателями готовили изменения в федеральное законодательство, проводили мониторинг правоприменительной практики. Конечно, мы опирались на опыт Калужской области, Республики Татарстан, других субъектов федерации, которые смогли в короткие сроки добиться значительных успехов в создании комфортной деловой среды. Подытоживая, сегодня отметили, инвестиционная привлекательность регионов – это основа экономического развития всей страны. Елена Веселова, Дмитрий Аренин, Дина Газалеева, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. 8,5 тысяч рублей в месяц за первенцы такие пособия получат татарстанские семьи с нового года. Нововведения коснутся тех, чей доход на человека не превышает 13 700 рублей в месяц. Ждут изменения и программу мат-капитала. Какие, Анна Городнова? Раньше, как 18-19, 20 уже рожали детей. А сейчас на первого ребенка решаются ближе к 30, говорит мама троядицы Эльвира Ганиева. Молодежь боится, что не сможет обеспечить семью. Денег нет, есть студенты и так далее, все как-то начинают волноваться. Ясельных групп не так много, так скажем, да, в садиках. Поэтому, а тут появится пособие и более спокойно будут. Семьи, кто впервые станет родителями, чей доход небольшой, с 1 января начнут получать новое ежемесячное пособие, если доход не превысит установленной суммы. К примеру, татарстанская семья из трех человек право на выплату получит при условии, что ее общий доход не будет больше 41 тысячи рублей. Если семья обращается до исполнения ребенком 6 месяцев, то тогда начисляются суммы с момента рождения. Родился в январе ребенок, значит за полгода начисляется эта сумма. Если мама обратится позже, то выплаты будут начисляться с момента подачи заявления. Перерасчета не будет. Сумма пособия 8,5 тысяч рублей в месяц. Нужно обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства и предоставить документы. Это молодые семьи, где, например, только один член семьи работает, либо это все-таки студенческая семья. Поэтому, говоря о справке о доходах, это справка о стипендиях, стипендиях аспирантов. Пособие будет выплачиваться до полутора лет. Это делается в рамках демографической инициативы президента России. Вопрос демографии важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Сохранение народа, населения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе. Нововведения коснулись и мат-капитала. Его можно будет пустить на ежемесячное пособие на второго ребенка. Здесь также будут учитывать доходы семьи. Какая-либо поддержка не оказывалась, она будет способствовать тому, чтобы рождаемость была выше. В этом году в татарсанских семьях родились более 18 тысяч первенцев. В следующем ожидают не меньше. Но вот воспользоваться правом на получение ежемесячного пособия смогут только 4700 семей. Их доход на человека не превышает 13 тысяч рублей в месяц. Анна Городнова, Александр Вальнов, ТНВ, Казань. Новый год встретят в новых квартирах. В Чистополе заселили 36-ти квартирный дом. Новоселами стали участники федеральной программы по переселению из аварийного фонда. В новых квартирах предусмотрено все. Водонагреватель, натяжные потолки, виниловые обои, электрические сушилки для полотенец. Дом расположен в центре города. В шаговой доступности детская больница, школа, супермаркеты, городской парк. В этом году по федеральной программе в городе уже сданы в эксплуатацию 4 дома. На сегодняшний день из 38 программ, которые работают на территории республики, из них 27 программ отработаны именно в Чистопольском муниципальном районе. И в деньгах, если выразиться, это свыше 1 миллиарда рублей. Где пройдут границы Татарстана, решать федералом. Сегодня на коллегии Минземимущества получила продолжение тема, которую рассмотрели неделю назад в кадастровой палате. В базу Росреестра никак не могут внести границы республики. Почему так происходит и что предлагают, чтобы в земельных и имущественных делах было больше порядка? Дмитрий Аринин. Республику Татарстан с ее границей можно увидеть на разных картах и в различных вариациях. Однако, как ни крути, в официальных документах Росреестра границы Татарстана не обозначены. Как объяснили сегодня на коллегии Минземимущества, современное документальное оформление тормозит исторически сложившееся административно-территориальное деление, где несколько татарстанских участков населенными пунктами оказались внутри территории других регионов. И наоборот. Данный вопрос может быть решен только на федеральном уровне, путем установления порядка согласования границ между субъектами Российской Федерации. Еще одна проблема, которую федеральный центр уже помогает решать, предоставление земельных участков для многодетных семей. Там, где муниципалитетам своей земли не хватает, дали федеральные владения. Дефицит земельных участков, в первую очередь, по городам Казани и набережным Челнам, где имеются объективные причины. Но в сельских районах эту проблему нужно закрывать. Для этого есть все возможности. В ноябре поставлено на учет 335 участков больших гербышков, начатое предоставление семьи. Еще сегодня более четко обрисовали контуры проблемы земельных участков, где постройки недопустимо близко граничат с газопроводами. Таких владений более 2000. Их обнаружили в большинстве районов. Сохранение данных объектов возможно при изменении технических параметров трубопроводов, их переносом, внесении изменений в нормативные документы, в частности уменьшение минимальных расстояний до объектов системы годоснабжения. Как подытожил Алексей Песошин, чтобы в земельных и имущественных делах было больше порядка, в республике надо создать единую электронную базу данных. Учитывая комплекс накопившихся вопросов в этой сфере, считаю, что вопрос внедрения единой республиканской информационной системы по учету и управлению имуществом давно назрел, нуждается в скорейшем разрешении. В этом же году от управления всем госимуществом Татарстана удалось заработать без малого 800 миллионов рублей. Это больше, чем планировалось. Дмитрий Иринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Кристально чистые истоки сегодня в Болгарии после капитального ремонта открыла система очистных сооружений. На ремонт ушло больше 35 миллионов рублей из республиканского бюджета. Теперь здесь смогут очищать до 500 кубометров воды в сутки. Насколько фильтры важны для Болгара? Рамиш Айдулин. Здесь механическая очистка. Грязь, камни и стекла. Такой вода приходит в фильтры до начала очистки. Не только с мусором, но и, судя по первым пробам, с ядом осадки показали избыток аммония. Погибает рыба, разрастаются ненужные виды растений, которые заболачивают. Просто портится природа. Наносился бы вред, если бы не было очистки. Делать из мёртвой воды живую призваны новые очистные. Их открыли сегодня после трёх лет капремонта. 35 миллионов бюджетных средств на новые фильтры и насосы. Осталось даже на бактерии. На первом этапе вода прошла через магниты и песколовки, а вот здесь за дело берутся уже микроорганизмы. Вода должна пройти несколько стадий от грубой очистки до биологического обеззараживания, прежде чем стать понятной всем H2O без примесей. До реконструкции воду здесь чистили только иловые ямы. Но чем больше становился болгар, тем серьёзнее и фильтры. Сегодня в городе живёт уже 8,5 тысяч человек. Такие очистные по президентским программам уже построили в Камском устье и в Высокой горе. После Нового года такие же открываются в Лаишеве и Мамадыше. Это наша задача, чтобы очистить сначала притоки Волги, а потом саму Волгу. Именно в Волгу сливается вода уже после фильтров. На очистных уверяют, что установкам по силам фильтровать до 500 кубометров в сутки. Рамиль Шайдулин, Андрес Сентальцев, ТНВ, Болгар. Республика намерена поддержать действующего президента России. Об этом сегодня говорил спикер татарстанского парламента на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век». Подводя итоги года, Фарик Мухамедшин назвал знаковым событием в жизни республики 25-летий Конституции республики. Эти четверть века доказали жизненность основного закона, отметил председатель госсовета. Он также призвал членов общественного движения в преддверии выборов активизировать работу с органами государственной власти, а также с другими общественными организациями. Мы во многом полагаемся на это общественное движение «Татарстан. Новый век», которое создали с вами много лет назад на стыке двух веков, 20-го и 21-го. И на нас висит эта ответственность, на нас лежит эта ответственность. Все хорошее, вчерашнее, перенести в новый 21-й век, его сохранить и приумножить. На выборах президента России у членов участковых комиссий будут специальные нагрудные знаки. Об этом сегодня сообщил глава Центра избиркома Медхар Шаги Ахметов и вручил первую из них членам республиканской комиссии. Значок имеет специальную символику и надпись «18 марта выборы президента России». Нагрудный знак получат организаторы, а это 21 тысяча человек. Это все для узнаваемости. Знаки нужно будет носить до окончания подсчета бюллетеней. Подготовка должна быть без замечаний. Но самое главное, в день голосования все процедуры должны проходить строго в рамках действующих законодательств. Вот в этой работе каких-то там, я уже много раз об этом говорю, мелочей быть не может. В 2018-е в Татарстане посвятят мужскому здоровью. Все дело в том, что они живут на 11 лет меньше, чем женщины. Ситуацию надо исправлять, решили в Минздраве. Здесь подвели итоги уходящего года. Так, среднее время ожидания приема врача сократилось до 10 минут. Это результат проекта «Дружелюбная поликлиника». Почему жалобы это подарок и как проходит модернизация? Слава Мухаммадуллин. Прием строго по записи. Вместо регистратуры – ресепшн и Wi-Fi в коридорах. Это одна из десятков дружелюбных поликлиник республики. Проект стартовал в этом году, и его главный результат – сокращение времени ожидания врача. Теперь это 10 минут. Изменения ощутили на себе уже сотни тысяч. Удобно, никакой там суеты нет. Просторно, хорошо. С первых дней здесь живу. 1-2. Поликлиника гораздо лучше стала. Очереди нет. Этим в городе меняют отношения врачей к пациенту и отношения пациента к медицине. Соцопрос населения на сайте Минздрава показал. И больные точки, и здоровые преобразования. Хотя и без жалоб от населения не обходятся, но… Жалобы как подарок. Над ней надо работать. И таких фактов, конечно, не должно быть. Иначе поликлиника не будет дружелюбной никогда. И поэтому мы сейчас ориентируем на открытость, на получение обратной связи. С учетом мнения населения в республике реализуют программу ремонта поликлиник. Комфортные приемы на селе. За 5 лет построили больше 400 новых ФАПов. Результат – даже при снижении рождаемости, прирост населения больше 3000 человек. Но есть и негативная тенденция. В отличие от женщин, мужчины живут на 11 лет меньше. Не создают, что надо лечиться им. Если есть проблемы, надо обращаться к врачам. По-любому. Мужчины не обращаются к врачам. Ну, надо как-то, скажем так, подталкивать. Чтобы дышалось легче, а главное дольше, 2018 в республике объявлен годом мужского здоровья. Слават Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Результатом можно гордиться. Сегодня министр образования и науки республики наградил лучших директоров и педагогов. Это те учебные заведения, ученики которых не раз становились победителями Олимпиад, а учителя настоящие наставники для будущего. В том, что талантливый учитель, удача для ученика, убедилась и наша съемочная группа. Дорогие друзья, сегодня адресные не должны сполкать. Айти лицей КФУ. Ежегодные победы в российских и международных конкурсах. Последние из них в сложнейшей Олимпиаде по фундаментальным наукам. А еще десятки изобретений и стопроцентные баллы по ЕГЭ. Сегодня за все эти успехи награда для директора. Лицей за 5 лет уже смог войти в топ-500 лучших школ России. Входит топ-100 школ по физмат-направлению, по физико-химическому направлению. Конечно, это все благодаря замечательной команды учителей, воспитателей и поддержке Казанского федерального университета. Одна из лучших школ России – Казанский интернат имени Ласточкиной. Для детей с ограниченными возможностями. Среди учеников и олимпийские чемпионы, и студенты престижнейших вузов. Сегодня интернат получает диплом как лучший во всероссийском конкурсе «Школа территория здоровья». Мы были отмечены дипломом и попали в пятерку лучших школ России. Они успевают учить, любить учеников. И хотя год был непростой, и ЕГЭ сдавали, и отчитывались, позитив нашему образованию под Новый год просто необходим. Хороша ложка к обеду. Люди уже завоевали эти конкурсы, вернее, стали победителями этих конкурсов, либо их лауреатами. И хотелось бы вовремя этих людей подбодрить, сказать им спасибо. Сотни дипломов, десятки побед в российских и международных олимпиадах. Все это в копилке наших школ и приятный подарок к завершению года. Елена Веселова, Юлия Андреева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Велосипед, куклы, роботы, детские мечты в республике сегодня исполнили Деды Морозы, а в роли них депутаты Госсовета. Напомним, пару месяцев назад воспитанники приюта Дуслэк участвовали в новогодней благотворительной акции и написали письмо Деду Морозу. Елку с их пожеланиями установили в фойе Госсовета. Открытки с пожеланиями тогда прочитал и президент, и председатель Госсовета. И вот до адресатов доставлен даже робот. Зимой и летом стройная, зеленая была. Елка, гирлянды, нарядные костюмы и долгожданный Дед Мороз. Именно ему пару месяцев назад воспитанники Центра Дуслэк писали письма. У каждого оно было свое. Вот и сегодня у каждого свой подарок. Леск. Бальцап для рук. А еще крем для рук, косметичка, резинка, фломастеры и блокнот. Девятилетняя Александра Абызова с трепетом рассматривает свой подарок. Благодарна Дедушке Морозу, потому что я все время верила в него. И все-таки это моя мечта существовала, чтобы его увидеть. Письма детей с пожеланиями висели на елке фойе Госсовета. И любой желающий мог осуществить детскую мечту. Перед сессией одним из первых письмов скрыл Рустам Миниханов. Данил Хромов просил у него настоящего робота. И вот сегодня, пусть и не президент лично, а депутаты, доставили Данилу президентский подарок. В этом центре находятся дети, которые временно не могут жить в семье. У кого-то из них родители лишены родительских прав, у кого-то решается их судьба родителей. Но мы считаем, что каждый ребенок в канун Нового года должен видеть счастье, должен испытать какое-то наслаждение от этого праздника. У меня маленький был в усыпице, на нем тяжело кататься было. А Данил Королев пересел на большой велосипед. Эту детскую мечту исполнил председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. Мальчику уже не терпится покататься на улице. Я именно хотел такой велосипед. Мне принес Дед Моросу. Сегодня мы видели, сколько эмоций дети испытывали. У детей был настоящий праздник. Дети на какое-то время забыли, может быть, о своих сложностях, о своих трудностях. Такая благотворительная акция в республике проходит уже шестой год. За это время желания исполнились у более тысячи детей, нуждающихся во внимании и заботе. Сегодня они вновь убедились, мечты сбываются. А значит, Дед Мороз существует. Алина Бережная, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Овчарки, шпицы, дворняжки. И это не о конкурсе собак, а о выставке, посвященной символу 2018 года. Дай джим на счастье лапу мне. В одном зале сегодня и стихи, и картины, и дизайнерские полотна. Чего ждать от Нового года? Надежда, упорство, добро – три в одном взгляде. Художникам удалось отразить всю преданность этих четвероногих. На выставке все о главном символе будущего года. Даже стихи. Собака желтая, облога. Эта танца схожа к кошке. Авторами работ стали как народные художники Татарстана, так и любители. Зимние пейзажи, мечети, церкви и, конечно, главные герои предстоящего года. Ну а изюминка выставки – картины с изображением Христофора с головой собаки. Единственная в Татарстане. Я сама, как художник, повесила именно эту картину, помимо других зимних пейзажей. Она знает, как выглядит зима, видит ее так, по-своему, красиво. Ясмина Сапфир – это творческий псевдоним, ведь она не только пишет картины, преподает и издает книги. Хотелось показать наши ощущения от зимы, от того, что мы видим, от того, что мы чувствуем зимой, и ощущения от праздника, который мы сейчас все ждем. По китайскому календарю 2018 год должен стать стабильным и плодотворным. А смотря на эти картины, хочется верить, что он подарит нам столько же тепла и дружелюбия, как и братья наши, леньшие. Алина Мусина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. 2000 полицейских будут праздновать Новый год вместе со всеми гостями и жителями столицы. Именно столько правоохранителей выйдут на охрану порядка в праздничную ночь. В республике будут работать больше 157 елочных городков. Альбина Минибаева о том, что можно и чего нельзя в новогодние праздники. Кремлевская набережная, которую уже успели переодеть в новогодние гирлянды, неизменно является самым популярным местом для празднования Нового года. А совсем рядом, главное, Казанская елка и между двумя столичными локациями меньше километра. Поэтому в новогодние праздники, как всегда, центр притянет туристов, гостей и жителей города. Именно в новогоднюю ночь за безопасность будут отвечать 2000 полицейских. Ежедневно на каникулах будут патрилировать порядка 400. Под вниманием как раз в центр Казани. По прогнозам МВД, поток туристов и просто отдыхающих в этом году будет два раза больше. В этом году, с учетом того, что достаточно благоприятные погодные условия и елочных городков больше, чем в прошлом году, мы прогнозируем участие наших граждан, гостей нашей республики в общей сложности более 500 тысяч человек, то есть более полумиллиона. На территории основных елочных городков полицейских будет больше, не исключены. И досмотры горожане и туристы к ним готовы. Меры жесткие, но безопасность важнее. Еще вот эти противоторанные поставить надо, блоки фундаментные. Это все правильно. 1 января мы здесь были, допустим, с ребенком. И было очень много народа. Если бы, допустим, не было бы охранников, там, полицейских, было бы страшновато. Под контролем сейчас и продажа пиротехники уже изъяли 600 огненных игрушек и составили 11 административных протоколов. Есть первые жертвы. Варский 11-летний мальчик получил термические ожоги. Предполагается, что неправильное использование при запуске петарды, потому что у него петарда загорелась в руках. Зажечь не только праздник, но и огни. Причем в любых точках города можно будет лишь бенгальских свечей. Для любителей огоньков погромче и поярче придется поездить по городу. Сейчас в Казани определены 4 официальных места, где можно запускать пиротехнику. В противном случае предусмотрен штраф. Для юрлиц он может достигать 500 тысяч рублей, а для физических 4 тысячи. Альбина Минибава и Шат Мухаммедов, КНБ, Казань. А далее в выпуске прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Казанский уникс добыл выездную победу на Торино в последнем матче календарного года группового турнира Еврокубка. Начало матча прошло на равных. Во второй 10 минутке команда Прифтиса прибавила, что позволило ей завершить первую половину в статусе лидера. После перерыва казанцы нарастили преимущество. В последние 10 минут поединка хозяева пытались отыграться, но сделать этого не смогли. Победа уникса 79-72. Им всего 18 лет и они уже чемпионы мира. Казань в эти дни принимает мундиаль по борьбе на поясах среди юношей и девушек. Более 20 стран и около 200 сильнейших борцов планеты собрались во дворце единоборств. Среди юношей были и те, кто выигрывал чемпионат мира на взрослом уровне. Один из таких – казанский борец Ильнар Закиров, который поразил всех летом в Казахстане. Чемпионат мира по борьбе Крэш проводился в нашем городе неоднократно. Теперь, благодаря таким первенствам, завоевать медаль мирового масштаба реально даже на подростковом и юношеском уровне. Хоккеисты Акбарса продолжают благотворительную деятельность. 29 октября в доме Кайнова Антона произошел пожар, вследствие чего сгорела полностью жилая часть дома с мебелью. Игроки Акбарса узнали о случившемся и не смогли остаться в стороне. Хоккеисты решили помочь. Александр Свитов и Альберт Ярулин навестили Антона и передали собранные всей командой средства, чтобы закрыть суду. Также капитан пригласил Антона на первый матч в новом году не просто как зрителя. Стартовое вбрасывание шайбы исполнит именно он. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Данил Мастер поздравляет жителей республики с наступающим Новым годом и дарит новогодние скидки. Только до 9 января назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике по-прежнему ожидаются осадки и повышенные температуры. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет облачно. Ожидается небольшой снег и до 2 градусов тепла. На северо-востоке местами снег, вечером дождь и плюс 2 градуса. На севере Татарстана ожидается небольшой снег, местами дождь, температура воздуха там составит плюс 2 градуса. На северо-западе республики ожидается снег с дождем и до 1 градуса тепла. На юго-западе Татарстана снег, местами с дождем и до 2 градусов выше 0. В центральном районе республики будет облачно, пройдет дождь, температура воздуха составит плюс 2 градуса. В последующие сутки осадков будет меньше, но температурный фон существенно не изменится. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Газ Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани – «Гашика-7», телефон 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор», Казань. Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуды с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается мокрый снег и до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Магнитное поле земли спокойное. Строительно-монтажное управление 12 поздравляет новоселов ЖК Приволжский с наступающим Новым годом. Счастья вам и семейного благополучия. Торопитесь и вы стать обладателем квартиры в доме на берегу Волги. Новый год в новой квартире. Мир вашему дому желает всем жителям Датарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК Приволжский. В Новый год в новой квартире. Редактор субтитров А.Семкин